Раньше собаководов можно было встретить в парках, скверах и во дворах. Сейчас становится все больше таких мест, где гулять с собакой запрещено. Однако четкой градации, где можно гулять с собакой, а где нельзя, пока нет. Еще в декабре 2018 года президент Российской Федерации подписал закон об ответственном обращении с животными, куда вошли планы застройки площадок и правила выгула. Сейчас у нас в городе три дресс-площадки, три площадки для выгула таких официальных. И, конечно, пока собака до нее дойдет, получается, она уже нарушает федеральный закон тем, что она выгуливается. У нас, конечно, эта проблема стоит очень остро, но я думаю, что с 2020 года, когда в полной мере этот закон вступит в силу, проблема будет решаться. Для того, чтобы избежать неприятностей, лучше заранее изучить список мест, куда со своим питомцем лучше не выходить. Подобную информацию можно получить в клубе собаководов или в ближайшем ЖЭКе. Я живу на Дом художника, получается, мне идти полчаса где-то до площадки. Мы идем, ну, просто безумно неудобно, особенно если, допустим, зима или там дождик или еще что-то. Идти очень долго и их очень мало. В Рязани пока есть только три площадки для выгула собак. На Гагарина, в Центральном парке культуры и отдыха, а также в Дашково-Песочине. Остальные площадки в лесопарке, в Комсомольском парке и Новопавловской роще существуют пока в планах. Она была открытая, доступная для любых посещений. Там начали строить спортивный комплекс. Никто не против. Спортивный комплекс – хорошая вещь. Но мне одно непонятно. Почему всегда одно хорошее дело делается за счет другого хорошего дела? Если эту площадку убрали, ну, давайте все-таки город сделайте, наконец, дрессировочную площадку. Не площадку для выгула 20 на 20, а ту, где можно заниматься. Обустройство таких площадок, как показывает практика, забота самих горожан. Застройщики этим делом даже не занимаются. Уж слишком дорогая земля, чтобы ее можно было использовать под такие нужды. В плане, ну, просто гулять абсолютно негде. Также насчет уборки за собаками. Везде типа ставят, убирайте, убирайте, но нигде не оборудованы ни мусорки для вот этих отходов. Потому что в обычные тоже по законам нельзя выбрасывать. Но негде и никак гулять. То есть поставимся вон полями, ходим гулять из центра города в поля, еще куда-то подальше от людей, чтобы спокойно. Рязанские собаководы считают, что создание системы цивилизованного выгула требует наличия площадок в каждом дворе, где могли бы гулять со своими питомцами их владельцы. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».